Промышленный потенциал Ульяновской области. Сразу пять новых резидентов готовы войти в экономическое пространство города. Индустриальные площадки рассматривают компании, так или иначе связанные с авиационным производством. Самые крупные из них – завод по производству микроэлектроники для авиации и оборонного комплекса «Таврида Микроэлектроника» и Центр кастомизации самолетов «Сухой Суперджет-100» компании «Гражданские самолеты Сухого». Еще два новых планируемых проекта – Центр крупноузловой сборки оборудования для авиационной промышленности компании «Эйрфлоттехникс» и завод по производству светодиодных светильников ульяновской компании «Центр энергосберегающих технологий». В настоящее время эти проекты находятся на стадии обсуждения. Новые проекты, как и новое производство, безусловно, задел на будущее. Но можно ли забыть о предприятиях, которые буквально недавно гордо именовались градообразующими, а сейчас все чаще остаются в тени приходящих в регион компаний с мировым именем? «Авиастар» – вот уже на протяжении нескольких лет ульяновский авиагигант целеустремленно и настойчиво выбирается из кризиса. Пробивает очередные заказы, осваивает новое производство, расширяет свои горизонты. Сейчас переживает новый этап – смену системы управления. 30 марта на пост управляющего директора назначен Андрей Капустин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора столичного НПО «Алмаз». Кадровые перестановки в системе объединенной авиастроительной корпорации продиктованы с корректированным путем так называемого корпоративного строительства в ОАК. Прежняя система руководства стала преградой на пути к решению конкретных стратегических, производственных и финансовых задач. Ульяновское предприятие одним из первых в структуре ОАК подверглось смене модели управления. На очереди – Воронеж и Таганрог. Та идея, которая закладывалась при создании тренинговых структур в области ВПК, она состояла не просто в передаче пакета акций управляющей компанией, а в оптимизации, реорганизации, повышении эффективности, в изменениях, которые должны идти по корпорации в целом. Эти изменения, собственно, в старом формате, когда корпоративный центр фактически являлся неким, ну, так сказать, финансовым центром, владеющим пакетом акций, никакого реального влияния на управление вообще не применяла, решить задачи не удалось. В Москве 2016 год окрестили ключевым для Ульяновского авиазавода, как в производственном плане, так и в финансовом. Перед новым управленцем уже выстроена цепь задач, отложить которые в долгий ящик не получится. Авиастару жизненно необходимо выправлять неустойчивое финансово-экономическое положение. При этом производственные мощности и технологическая эффективность предприятия должны пойти вверх. Сегодня все достаточно активно смотрят, где у нас какие есть внутренние резервы или где у нас есть какие-то непроизводственные расходы, которые отягощают в целом всю формулу ведения этого бизнеса. Именно поэтому я считаю о том, что руководство объединенной инвестиционной корпорации приняло совершенно правильное решение во главе, допустим, нашего Авиастара поставит человека с огромным просто финансовым опытом. Авиастар выполняет сегодня задачи государственной важности. К концу 2016 года завод планирует завершить производство первого образца российского самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А. Выйти на серийный выпуск тяжелого транспортного воздушного судна Ил-76МД-90А. Впервые за всю историю завода на нем одновременно строятся сразу четыре самолета Ту-204. И если авиационная отрасль постепенно встает, что называется, на крыло, то в автомобилестроении, другом гиганте местной промышленности, все не так гладко. Да, АС, УАС лихорадят ежегодно. Слухи о массовых сокращениях при остановке конвейера или полном переосмыслении производственного процесса завидно регулярностью мелькают в информационных лентах. Обоснованы эти слухи или нет, какие сегодня у того же автозавода гарантированные заказы, как сложится дальнейшая судьба предприятия. Вопросы, требующие прозрачного ответа и таких же действий. Оперативно воспользоваться неспокойной ситуацией могут различные силы, конструктив в работе которых еще придется поискать. Например, 26 марта часть работников Ульяновского автомобильного завода вышла на митинг с требованиями повышения заработной платы, соблюдения трудового кодекса и прекращения сокращения персонала. Участие в митинге приняли около ста человек. Итогом стало подписание обращения к руководству нашей страны с предложением национализировать УАЗ в случае невыполнения требований рабочих. Среди участников митинга тут же появились флаги политпартий, что придало событию явный предвыборный характер. Остался вопрос, обращение подписали, лозунги продекламировали, а дальше что? Работать кто будет? Могу сказать, что подавляющее число молодых сотрудников не поддерживают митингующих. На это есть ряд причин. Все проблемные вопросы можно решать другими способами. Диалог с руководителями предприятия не является проблемой. Вопросы можно решать конструктивно, а не криками на улицу в угоду различным политическим силам. Кризис расставляет свои приоритеты и меняет направление. Подстраиваться под ситуацию вынуждены многие предприятия и целые отрасли. Вот и Ульяновский автомобильный завод смещает вектор клиента ориентирования. Сегодня УАЗ чуть ли не единственный представитель отечественного автопрома, которому удалось удержать объем продаж на уровне 2014-го, увеличить налоговые отчисления и выплачивать заработную плату сотрудникам без задержки. Однако, по прогнозам руководства, платежеспособность основного клиента все же снижается, а значит, падение спроса не избежать. Начиная с июня, значит, с чем то, что мы видим, что спрос может упасть, значит, предприятие, мероприятие, связанное с переходом на неполную рабочую неделю, то есть с июня месяца мы планируем объективно четырех дней. Это, собственно говоря, главное то, что мы собираемся сделать для того, чтобы не допустить сокращения завода. То есть мы предполагаем, что с работой, так сказать, на четвергневке, как это, собственно, делает «АвтоВАЗ», он работает уже два года на таком режиме, мы сможем пройти без, соответственно, массовых сокращений. Заработная плата при этом останется прежней, заверяет руководство завода. Да и четырехдневка – мера временная. Как только спрос возобновит стабильность, рабочие вернутся к прежнему графику. Опять же, все зависит от основного клиента – мужчин старше 40-ка – и поддержки региональных властей. 2016-й оставил завод без госзаказов. Если в прошлом году государственные закупки принесли УАЗу доход в 10 миллиардов, то в этом году – ноль. Сегодняшний день нужно быть реалистым. Поддержки бюджета в этом году, значит, и госзакупок не будет. Поэтому здесь можно говорить, не говорить. Я уже, так сказать, по этому поводу общался со всеми, так сказать, со всеми руководствами страны. К сожалению, ситуация такова. Заработная плата на УАЗе сегодня выше средней по Ульяновску. Более 70% рабочих имеют возможность повышать квалификацию и зарабатывать больше. Не обделяют вниманием и ветеранов труда. У нас существует на заводе программа «Забота». И по этой программе «Забота» у нас все ветераны получают финансирование. Путевки. В общем, у нас по программе «Забота» выделяется там более 2 миллионов рублей. Ситуация на заводе, по словам генерального директора, стабильна. А проблема, как выяснилось, в дефиците разъяснительной работы с сотрудниками. Свою помощь предложили депутаты областного ЗАГС собрания. Рабочая группа будет регулярно мониторить ситуацию на заводе. Есть трудности и в других промышленных секторах региона. Выбранный вектор – открытие предприятий. Приток инвестиций, как иностранных, так и отечественных, позволит территории глобально развиваться в современных экономических условиях. Одна важная деталь – проекты новых заводов и теоретические рабочие места на них не отменяют планомерной антикризисной деятельности на имеющихся предприятиях региона. Сохранить и по возможности улучшить то, что имеем – та же государственная задача.